Мне немного волнительно выступать сегодня перед этой аудиторией, потому что это мой первый опыт модерации подобных мероприятий. Но когда я получила предложение это сделать, я с большим рвением и с большим удовольствием его приняла, потому что мне кажется, что сегодня в белорусском бизнесе как никогда актуальна тема экспансии бизнеса на новые рынки. И когда мы говорим о рынках в Европе, безусловно, одним из рынков, который попадает в наш шорт-лист, это рынки Прибалтики. И сегодня разобраться нам в том, стоит ли, сколько стоит делать бизнес в Прибалтике, нам поможет прибалтийская юридическая фирма Вильгерц. Итак, Вильгерц — это ребята, которые 4 года назад не побоялись прийти в Беларусь и сделать бизнес в Беларуси. И сегодня они расскажут нам, почему не нужно нам бояться приходить в Прибалтику и делать бизнес в Прибалтике. Итак, помогать нам разбираться в вопросах того, как это делается в Литве, будет партнер литовского офиса Раймудас Моисеевос. За плечами Раймудаса более 12 лет опыта в юридической сфере, огромное количество судебных споров, выигранных его клиентами, и обширный опыт в помощи компании и стран СНГ выхода на литовский рынок. Здравствуйте. Разобраться в том, как делать бизнес в Эстонии нам поможет Кай Делор. Кай Делор имеет более чем 20-летний опыт работы в сфере налогообложения, а также помощи национальным эстонским IT-компаниям, а также IT-компаниям, которые приходили в Эстонию для того, чтобы развиваться, делать это в Эстонии. Кай Делор. И партнер из латвийского офиса компании Вилгерц — это Эдгар Скошкинс. Эдгар Скошкинс уже 15 лет помогает своим клиентам успешно структурировать свое налогообложение и корпоративную структуру и выходить на рынок Латвии. Итак, первый вопрос, который мне хотелось бы задать сегодня. Эдгар, расскажите, почему Прибалтика? Слышно, да. Да, здравствуйте. Еще раз. Почему Прибалтика? Так как у меня был тоже некоторый опыт работы в Беларуси, наверное, самое изначальное, что я хотел бы сказать, когда вы приходите в Прибалтику, предприниматель с белорусским опытом, он сразу сталкивается с тем, что на самом деле при Балтике бизнес делает намного, по-моему, проще, чем в Беларуси. То есть у нас намного меньше регулирования. Как самый такой популярный, наверное, пример для меня было бы сказать, допустим, валютное регулирование, очень либеральное отношение, в плане, что нету многих, допустим, правил, ограничений, которые есть в Беларуси. И, как правило, мало, скажем, относительно мало надзора с государственных учреждений. Также вас обслуживают на нескольких языках, как правило, это английский, русский и локальный язык, по вашему предпочтению, отлично развитая банковская инфраструктура. И также, это, как правило, даже при Балтике, может быть, не настолько, как я рассказала, всегда играет роль непосредственно рынка, на который выходишь на это больше, скажем так, рынок евросоюзовский, и часто создаются корпоративные структуры бизнеса, чтобы находить на рынок именно евросоюзовский, а не настолько, только исключительно на прибалтийский. То есть правильно ли было бы сказать, что при Балтике может являться хорошим трамплином, для белорусских компаний в Европу? Я считаю, что безусловно, потому что именно в нашем опыте, не знаю, я думаю, что в основном люди в курсе, но в принципе при Балтике это очень маленький рынок, это, грубо говоря, полтора миллиона в Эстонии, два миллиона в Латвии, три миллиона в Литве. И мы именно в практике и наблюдаем то, что международные компании как раз открывают компанию, допустим, в Риге, из-за того, что они используют это как региональный центр, именно чтобы одновременно быть Евросоюзом, но в то же самое время пользоваться тем, что при Балтике относительно низкое, налогообложение по сравнению с Евросоюзом, удобное, скажем так, авиасообщение с регионом и все равно одновременно также все преимущества нахождения в Евросоюзе, то есть свободный рынок, нет преград между странами и можно заниматься бизнесом, в принципе, на европейском уровне. Энгерс, вот ты затронул тему налогообложения. Давай рассмотрим ее немного более подробно. Разбежите, пожалуйста, сейчас я имею в виду прекрасную штуку, разбежите, пожалуйста, про налоги в ваших странах. Есть ли какие-то существенные различия, ну, какое-то такое общее налоговое облечение? Да, это таблица, это есть довольно классические вопросы всегда на налогообложение, именно налогообложение на трудовую зарплату, да. И я всегда говорю клиентам, что в Евросоюзе налоги на трудовую зарплату, они всегда высокие, и в принципе они не имеют существенного, как правило, влияния при выборе, допустим, будет ли открыт офис в Эстонии, Литве или в Латвии, да. Эта таблица всего лишь показывает, что расходы на заработную плату, чисто, если посмотреть с точки зрения налогообложения, они в принципе несущественные, да. Там, наверное, можно показать и зарплату побольше. Поэтому в этом плане может Раймондус может поправиться. Это, наверное, интересно всего лишь то, что в Литве налог подоходный с физического лица это 15%, что самый такой маленький. В Эстонии очень интересно с точки зрения физлица, что дивиденды вообще не облагаются при распределении на уровне физлица. И в Латвии одна из самых низких ставок, это 10% на дивиденды. Но если это физических лиц, это, в принципе, наверное, такие самые существенные различия. Хочешь что-нибудь добавить? Да. Говоря о зарплатных налогах, в общем, мы видим, что, да, большей разницы между странами нет. Однако я знаю, что в Эстонии есть интересный момент, который касается карпантинного налога. Расскажи, пожалуйста, какая-то о том, как он распределяется в Эстонии, и чем этот налог в Эстонии отличается от плохого древестора. Говоря о том, что мы не платим подоходный налог. Расскажи, что это очень плохо. Эстоний корпоративный системы очень, очень, очень популярны. Я думаю, что подоходные эстонские налоги не платят подоходные налоги. Все, что компания зарабатывает, остается в ней. Мы можем еще инвестировать эти деньги. Мы можем, на самом деле, что касается налогов на дивиденды, это очень большая особенность, и это очень хорошо для домашнего капитала. Хорошо, спасибо. А есть ли какие-то ограничения, заключения того, на что может быть направлено на нераспределенный агент, то есть если она не распределенная на дивиденды, то она стоит в компании. Есть ли что-то, в чем-то, что деньги которые стоят в компании, и есть ли это, что не может тратить эту прибыль. Прибыль или в каких-то случаях этот налог все равно, например, насчитают потом? Спасибо. Очень-очень мало ограничений, только касается офшорных акций. Если ты покупаешь за счет компании яхту, что касается бизнеса, у вас нет ограничений. Ты можешь отложить много денег своей родительской компании, но обычно очень мало ограничений. и ты можешь инвестировать. Инвестницы are quite free. Но, конечно, есть определенный минус в этом, что в какой-то момент хочется эту прибыль распределить, и тогда это, соответственно, надо платить подоходный налог в размере 20%. Or you talk to good tax lawyers. Да. Или вы говорите, действительно, там есть некоторые решения, которые помогают. Но я хотел добавить, что в Латвии у нас тоже есть относительно, скажем, интересные вещи, потому что на государственном уровне наблюдают тем… Я думаю, это не секрет, что Латвия как бы центр, один из оригинальных центров для восточно-европейского бизнеса в плане банковского сектора и международного бизнеса. Очень пользуется большой популярностью нашей банки, России, Украины и Беларуси. И для международных компаний, которые оперируют во всем мире и наблюдают за всем этим, Латвия как бы постаралась также ввести на государственном уровне холдинговый режим, который в большой степени напоминает, может быть, вам известный киприотский режим и фактически латвийские компании сейчас используются как компании, которые держат акции других компаний или, как мы называем, доли капитала. И при отчуждении этого, скажем так, этих акций у нас не применяется никакого налога. То есть можно продать фактически… Компания может продать любой бизнес и заплатить 0% подоходного налога. И также на распределение дивидендов в связи с этим холдинговым режимом в юрисдикции, которые не являются офшорными. В принципе, это возможно без удержания налога. То есть в многих случаях принципы продажи бизнеса на корпоративном уровне это вообще не несет никаких налоговых последствий. Спасибо большое за это дополнение. Давайте пойдем дальше. И когда белорусский бизнес думает о том, передвигаться ли ему в Прибалтику, интересно узнать, есть ли какие-то льготы, какие-то программы на государственном уровне. Что это, что делает ваше правительство для того, чтобы привлечь бизнес, который есть здесь, к вам. Я знаю, что в каждой из ваших стран есть инвестиционное агентство, которое в разной степени является более или менее активным. Расскажите, пожалуйста, лично для меня самым интересным было бы то Литвы в этом плане. Поэтому расскажите, пожалуйста, немного о том, о вашем инвестиционном агентстве, что оно делает. И может быть, есть какие-то другие вещи, которые было бы интересно знать белорусскому бизнесу. Добрый день еще раз. На самом деле литовское правительство очень активно старается приглашать разных инвесторов. И на самом деле я бы сказал, что созданы очень хорошие возможности для привлечения новых инвесторов. Тут я могу упомянуть то, скажем, как это реально происходит. Что в Литву недавно пришли такие компании, скажем, как Western Union, Barclay, сучредили свои офисы. Также недавно в этом году открылся офис NASDAQ. На самом деле в Литве у нас есть такая специально созданная компания, она называется «Инвестируй в Литве». И эта компания, скажем, она представляет свои презентации и всю информацию на нескольких языках. Также вы можете найти всю информацию, вам нужную на литовском языке. То есть в принципе для приходящих новых инвесторов в Литву созданы очень хорошие условия. Также некоторые существуют налоговые льготы, скажем, если вы будете работать с помощью этой компании, инвестируя в Литве. Еще одна вещь, которая может быть интересна, скажем, для более крупного бизнеса, который, к примеру, хочет строить завод в Литве, да, у нас существуют некоторые свободные экономические зоны. И в этих свободных экономических зонах вы тоже можете получить некоторые уникальные возможности для того, очень выгодные для вас, да, для того, чтобы, скажем, вы бы там развивали бизнес. То есть мы тут говорим о том, что около самых крупных городов в Литве, к примеру, там, около Каунаса, это у нас второй город, Плайбеда, третий город, да, около них существуют экономические зоны. Этими экономическими зонами, в принципе, довольно интересуется, сколько мне там приходилось сталкиваться, скажем, русские бизнесмены. Они там вот могут инвестировать, но это более крупные, скажем, суммы, к примеру, там, миллион евро, да, и тогда примерно в течение, скажем, шести лет вас вообще могут избавить от некоторых налогов, к примеру, подоходного налога. То есть это на самом деле очень-очень хорошая возможность осуществлять бизнес. И говоря вот об IT-компаниях, я не понимаю, мы тут несколько конструировались на них, да, в настоящее время, скажем, уже в течение трех-четырех лет в Литву приходит довольно много компаний, передвигаются из России и из Белоруссии, которые, в принципе, занимаются IT-девелопментом, особенно геймеры. И, скажем, одна компания, с которой мне чуть-чуть приходилось также сталкиваться, это, не знаю, слышали или нет, это, скажем, такая компания Чарли Оскар. Они тоже занимаются гейм-девелопментом. И, скажем, в Литве несколько лет уже подряд и в этом году тоже будет происходить такое мероприятие как Game On. Вообще-то все собираются гейм-девелоперы из балтийских стран, некоторых иностранных и просто делятся своим опытом. И что еще могу сказать, что те же самые некоторые геймеры уже даже в своих блогах рассказывают о преимуществах Литвы, скажем, в отношении с другими странами. К примеру, вот тот, один из руководителей этой компании гейм-девелоперов Чарли Оскар, он вообще работал в пяти странах перед этим. Он сам приехал из Москвы, значит, он работал в Москве, он работал в Бельгии, он работал в Лондоне, работал в Швеции и в конце концов решил остановиться в Литве, сравнив там некоторые аспекты. Значит, там вот так и хороший воздух, обслуживание IT, возможности расширения своих бизнеса и так далее. То есть немало компаний, особенно в IT-сфере, находят возможности развиваться в Литве, особенно взирая на то, что вообще в Литве существует такой большой напор на IT-технологии. И специалистов вы тоже нашли бы, если вам нужны были бы помогающие в этой IT-сфере. Вы там смогли немало найти на самом деле тех, кто может вам помочь. Спасибо большое, Раймундас. Ну вот все мы знаем, что таким признанным, наверное, прибалтийским IT-хабом все-таки как-то принято считать Эстонию. Вот, Кайта, расскажите о том, что делается в Эстонии для того, ну почему IT-компаниям, а не только IT-компаниям было бы интересно прийти в Эстонию? Что делает такова хорошего вашего государства для того, чтобы привлечь? Спасибо. Я думаю, что Эстония губерната сделала только несколько вещей, которые привлечь к этому. Один был в первую очередь идти в ИД-карте, уже 100 лет назад. И все Эстонии используют ИД-карте, чтобы транспортить в банке с губернатом, чтобы подписать контракты. Большинство контрактов контрактов are signed electronically and courts are, let's say, upholding these contracts. So it's kind of making business electronically in Estonia has been very, 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 very easy and there are a lot of government services that are offered online starting from doctors to whatever. So it's this has kind of boosted the whole the whole environment and there is a lot of consequently IT companies who are serving the government private sector and I think this is the main thing that the government has actually done and the rest of it is simply consequence of that. We have a lot of let's say angel investors who want to invest into into startups because there are some few successful exits like Skype and and a few others. So this is this is how the environment got built. When Ulemiste City started, it's it is actually a real estate development company, but they mostly wanted to target smart businesses, IT businesses, consultancy, and their theory is, and I think it is correct that when you collect many similar types of companies into the same real estate or in the area or neighborhood, they will create synergies because you can easily talk with your competitors to some specialist from the other designers to I don't know some other people, so it's simply the proximity of the company. The closeness of the people will lead to some synergies and this is why why Ulemiste City has been sort of successful in attracting IT companies there, and it's maybe also a bit different environment from the rest of the city. It's newly built and there is some old touch and so on. So it's a nice area and I think they have been remarkably successful in attracting IT companies as their tenants. Спасибо, Эдгарс. Я знаю, что у тебя достаточно критическое отношение в принципе к государственной поддержке бизнесу, ее необходимости. Расскажи, пожалуйста, свою точку зрения. Расскажи про Рику. Это она у нас передовой специалист по пиару к стране, я думаю, уже лет 10, если не 20. Я считаю, что у нас также есть институция по инвестициям. Я считаю, что она… Ну это чисто мое субъективное мнение. Я не хочу обидеться, если они где-то здесь. Чисто мой опыт показывает, что они все-таки неэффективны. И я даже не знаю причины, почему. Может быть, потому что, сколько я сталкивался с этой институцией, мне кажется, ни один из этих людей никогда не работал в частном секторе, по правде говоря. И мне кажется, поэтому у них возникают очень большие проблемы проделать такую же замечательную работу, как делают литовские или эстонские коллеги. Но несмотря, как говорил тут один крупный предприниматель, несмотря на действия этой организации, у нас все равно инвестиции приходят. И если говорить о каких-то специальных режимах, наверное, мы не можем похвастаться какими-нибудь IT-хабом, но у нас есть режим специальный для крупных инвестиций. Это подразумевается 10 миллионов евро в течение пяти лет, когда фактически компания может не платить подоходный налог с предприятия. Это есть специальная инвестиционная программа, которую надо подтвердить на уровне правительства, но тем не менее у нас специальный такой режим введен, и он также относится к IT-компаниям. И в принципе побочный эффект также в каком-то смысле есть программы, что, может вы знаете, что уже последние пять лет Латвия весьма популярна в том плане, что она продает, фактически продает виды нажительства взамен на инвестиции. И в каком-то смысле это стало таким побочным эффектом, вот как реальный пример, мы недавно работали с Рунетом, и фактически менеджмент, большая часть менеджмента переехала в Ригу управлять не столько на латвийский рынок, сколько управлять своими глобальными вопросами из-за того, что фактически режим обмена вида нажительства против инвестиций помогает дислоцироваться людям в Латвию вместе со семьями и в принципе жить и работать. Ты затронул очень интересный вопрос, вопрос миграции людей в случае, если мы открываем офис где-то в вашей стране, это тот вопрос, который, пожалуй, встает в одну из первых очередей, ну, после налогов, наверное. Расскажите, ну, более или менее, насколько мне известно, в ваших странах эти вопросы решаются одинаково, вот за исключением этой особенности Латвии, о которой ты сейчас сказал. Расскажите в двух словах кратко, какие есть возможности для обычных работников легализовать свое местонахождение, пребывание в ваших странах и получить разрешение на работу. И может быть есть какие-то особенности для топ-менеджеров, для собственников бизнеса. Ну да, в продолжении того, что я уже говорил, действительно, для собственников компании есть специальный режим, когда они вкладывают сумму 35 тысяч евро или больше уставной капитал компании и имеют право получить вид на жительство, и также их члены семьи имеют такое же право. Поэтому это как бы один блок людей, которые легко могут, ну, относительно легко, конечно, на месте определенные процедуры, но в принципе, я бы сказал, легко получить вид на жительство в стране. Дальше идут люди, которые занимают, допустим, пост члена правления. Они фактически, если компания существует год, они точно так же довольно-таки просто могут получить вид на жительство. Ну, как правило, имеется в виду, что они так же и получают, скажем, зарплату существенно выше средней, да. Это один блок у нас людей, которым довольно легко эмигрировать, ну, или, по крайней мере, на время переехать в страну и на законных основаниях. Далее идут работники, да. С работниками ситуация, на самом деле, слегка сложнее, но она также разрешима, но, скажем так, что есть определенный вот этот… Я думаю, что даже у всех у нас в странах есть это, скажем, такое, не знаю, слегка мифическое стремление себя защитить от чего-то, да. И поэтому, как бы, есть, скажем, более сложные процедуры, чтобы люди могли уже, работники, переехать к нам работать. Но, если говорить реалистично, я считаю, что, допустим, по крайней мере, в Латвии есть проблема вообще с рабочей силой, которая высоко квалифицированная. И поэтому есть процедура, где, как бы, выясняется, есть ли возможные работники в Латвии. Но, в принципе, при ситуации высокой квалификации часто этих работников довольно сложно даже найти. И поэтому, в принципе, есть, скажем, стандартная процедура, когда, особенно те, которые, так называемая синяя карта, blue card, и особенно те люди, они, в принципе, при процедуре полтора-три месяца тоже могут, как правило, начать работать и переехать со семьями в Латвию и делать свою работу. Скажи, а есть ли вот в этом процедуре для компании обязанность нанять какое-то количество местных работников? Или компания может на 100% состоять из приезжих? Ну, стандартное предположение есть, что компания, как бы, должна искать работников на местном рынке, да, и что, как бы, наверное, является стандартным. Но, в принципе, если этих работников нет, то их нет, да. Мы можем зайти в китайские рестораны, мы видим чисто по внешнему виду, что там нет ни одного латыша, да. Ну, как пример просто. Понятно. Я знаю, что Эстония является единственной страной из этих трех, которым установлена квота на выдачу рабочих виз, разрешение на проживание в Эстонии. Кайдер, скажи, ну, известны ли тебе случаи, когда вот по этому основанию в Эстонии было отказано в выдаче визы или выдаче разрешения на работу? Эстония в эстонии в эстонии, это, в принципе, 1,300 человек, и очень много секундов, которые в эстонии, которые в эстонии, в эстонии, в эстонии, в эстонии. То есть лучше получаете документы в начале года? Хорошо. Раймундес, есть ли какие-то особенности в регулировании данных вопросов в Литве или, в принципе, все похоже на Эстонию, ну, за исключением квоты и латвии? Ну, да, в принципе, все похоже на то, как рассказывал Эдгарс. На самом деле, если, скажем, бизнесмен, он собственный акционер, да, хочет в упрощенной процедуре переселиться в Литву, так будет требоваться, чтобы его, скажем, тот уставной капитал составил бы как минимум 30 тысяч евро. По поводу высокой квалификации работников тоже у нас для них предусмотрена упрощенная процедура, если на самом деле хотят приехать работники высокой квалификации, эксперты какие-то. Третья вещь, на которую я хотел бы обратить внимание, это то, что на самом деле у нас предусмотрено законодательством некоторые требования по поводу найма, но у нас они по поводу найма некоторых работников. У нас не написано, что это должны быть граждане, написано, что это должны быть резиденты. То есть, в принципе, теоретически возможно, что, скажем, если вы сумеете там устроить граждан из своей компании, да, через некоторое время, скажем, они станут резидентами, и тогда, может быть, они смогут занять, скажем, место литовских граждан. Но в самом начале это может для некоторых компаний создавать некоторые дополнительные вопросы, скажем так. Потому что я вот знаю, тем же самым геймдевелоперам это иногда возникали. Вопросы, что делать в таком случае с этими нерезидентами, потому что просто нанять какого-то студента тоже не всегда получалось. По поводу процедур сейчас иммиграции чисто. Они у нас сейчас чуть-чуть стали строже, может быть, потому что общая глобальная ситуация такова. И в самом начале, скажем, если вы будете обращаться за решением, это вообще вся информация по поводу иммиграции, она расположена там на сайте иммиграционных. Но это может занять до полгода в первый раз получение разрешения. Понятно. Расскажите, вот перейдем к следующему такому большому блоку вопросов, больше такого общего характера, я бы сказала. Как вам кажется, насколько просто прийти в вашу страну, сделать там юрлицо, вот какой-то такой первый базовый сетап? Это сложно, это легко, там сколько это стоит, ну какие-то вот такие базы. Я хочу завтра открыть юрлицо в Риге. Сколько у меня это займет времени, что мне для этого надо? Ну, фактически, допустим, если ты приедешь в Ригу сама лично, то я думаю, так, чтобы совсем функционировало все, наверное, где-то три дня. Да. И изначальные издержки, они в принципе зависят, конечно, кто будет тебе помогать, как всегда, но я бы сказал, это начиная, наверное, с несколько сотен. Евро, да, и заканчивая, может быть, тысячей или может с полторы, да. Ну, в принципе, это легко. Это легко. Очень легко. Чтобы минимальный пакет, чтобы была функционирующая компания, это в принципе у компании должен быть директор или член правления, юридический адрес и желательно, чтобы был бы бухгалтер, который стал бы подавать отчеты. Все. И этого хватает. А как в Эстонии? It will be a few hundred euros and from 15 minutes to two days, let's say, to open a legal person. but then you usually also need VAT registration sometimes the tax authorities are difficult with it because they do not believe that you actually want to engage in business and then some banks are difficult in opening the bank accounts for foreign owned companies so usually for these reasons you go and you use a shelf company and sometimes you also want to have a nominee director these are also services that are available in Estonia if you have the e-residence ID card or I have a residence ID card then I can, yes, in 15 minutes establish a company here if needed basically the way it happens is that I can establish a company without payment of the capital so I will have a legal person in 15 minutes and then I can transact with bitcoins or open a bank account here for example I don't need actually to have a bank account in Estonia I can have it anyway but for practical reasons I would need to have a bank account somewhere somewhere in Estonia Как в Литве? В Литве в принципе ситуация такая же самая тоже, что говорил коллеги, создание компании можно стоить до 1000 евро, скажем, и это делается очень быстро Вот затронулся вопрос того, что надо, вот там нужен офис вы сказали, вот стоимость, средняя стоимость квадратного метра арендной недвижимости коммерческой вот в Риге, в Таллине, в Вильнюсе, ну сколько примерно стоит арендовать офис? Ну если совсем быть точным, да, то в принципе, конечно, можно и не иметь настоящий офис, да, иметь почтовый ящик, да, который, наверное, на рынке стоит где-то 30 евро в месяц, да, но арендная плата в Риге, скажем так, в достойном месте, это будет начиная где-то с 7-8 евро до, наверное, где-то 20 евро за квадратный метр А как в Таллине, в Вильнюсе с этим обстоят дела, сколько стоит? From 7 to 15 евро per square meter В Вильнюсе, смотря, что мы будем считать достойным местом, если, скажем, мы будем говорить о небоскребе, так в принципе, в небоскребах существует более-менее такая цена 15 евро Плюс-минус, конечно, но это ренд, вы за ренду платите 15, плюс за коммунальные и другие услуги вы будете платить примерно там 3-4, то есть если все посчитав, все расходы в финале вы упретесь в 18-19 евро Понятно. Следующий нюанс, о котором вы упомянули, это необходимость иметь бухгалтера И здесь у меня вопрос, насколько ваши национальные правила ведения бухгалтерского учета, там финансовые отчетности похожи на МСФО, на международные стандарты В этой связи вопрос, ну, как вам кажется, можно ли, вот у меня, например, есть здесь бухгалтер, я хочу его перевести в Эстонию Он справится там, или все-таки лучше нанять в Эстонии эстонского бухгалтера? Или можно это отдать на аутсорс? Вот как оптимальный решитель? Оутсорсинг is very convenient, of course, and there are many service providers who do that We have our Estonian GAP generally accepted accounting practices В Эстонии мы пользуемся МФО Но на практике вам лучше бы иметь эстонского бухгалтера Ну, я думаю, что это довольно оптимистично, думать, что, допустим, был русский бухгалтер сразу справится Хотя одна из, но это главная центральная проблема будет в том, что бухгалтеру придется все равно вникнуть в налоговую систему, да, что мешает Ну, я не говорю, что это невозможно, в принципе, человек, который, скажем, готов учиться, то я думаю, это возможно, но это займет определенное количество времени, да И плюс все равно законодательство в основном на локальном языке, вот что будет мешать, чисто так, практически Но если мы говорим об аутсорсе этих услуг, ну, какой рейндж примерно, сколько это стоит? Ну, я думаю, что это начинается, если у компании фактически нет никакой активности Просто реальные примеры жизни, допустим, некоторые холдинговые компании, у которых нет фактической активности, включая годовой отчет и юрадрес Скажем так, я вот недавно платил, это 1000 евро в год, да, это то есть меньше 100 евро в месяц Понятно, а если мы будем говорить про директора, вот насколько ты хотел рассказать про Вильнюс? Я просто еще подумал о том, что вы спрашивали насчет бухгалтера, ну, честно говоря, я думаю, что тут игра не стоит свеч И пробовать с белорусским бухгалтером, потому что, да, отличается законодательная база С другой стороны, много очень, что можно в Литве решить онлайн, потому что вообще у нас много, что поставлено онлайн есть Также может переписываться онлайн с налогоинспекцией Налога инспекция с вами на русском языке общаться не будет То есть, ну, сразу возникло много проблем Плюс база Аутсорсинг у нас тоже возможно То есть я бы все-таки не рисковал бы с белорусским бухгалтером 100% И нанял бы, если это более серьезная компания, тоже не занимался бы чисто аутсорсингом А взял бы себе на полную ставку бухгалтер, который постоянно будет следить Ну, давай продолжим про еще одно важное лицо в компании, это директор Если приедет белорусский директор, станет там SEO-директором в Литве Насколько он будет себя комфортно чувствовать там? Насколько ему будет комфортно, ну, с учетом того, например, что он не знает языка? Насколько бы ты бы это делал? Или все-таки лучше тоже нанять директора из числа местных граждан Кого-то, кто будет заниматься, ну, бэк-офисом А уже непосредственно там development или какую-то операционную деятельность Будет курировать Белорусс Опять же, я своей субъективной точки зрения Я бы брал русского, извините, белорусского директора назначил бы И думаю, что он себя там будет комфортно чувствовать Так он получит со временем дополнительные гарантии Дополнительные возможности, скажем, юридические Если он там будет постоянно работать Для того, чтобы он себя более комфортно чувствовал Он мог бы себе взять, скажем, некоторые доверные лица Ну, к примеру, скажем, он мощный назначил коммерческого директора С тем же самым полномочиями Если он что-то сам не может делать, тогда он просто Передает этот вопрос Насчет коммерческому директору, к примеру И другой нюанс, конечно, который общий вообще для всех балтийских стран Это вообще в Вильнюсе конкретно Если мы будем говорить о столице То есть я думаю, там 80% людей не разговаривают на русском языке То есть в принципе этот человек не будет себя чувствовать Белорусский директор как в космосе Он точно сможет договориться более-менее со всеми А как насчет вот Эстонии, например Много ли в Эстонии русскоговорящего населения? Насколько комфортно будет белорусскому директору в Эстонии? У нас есть бизнес комьюнити, которая говорит на русском языке На эстонском, на русском Но мы почти не общаемся друг с другом Поэтому сложно комментировать насчет этого вопроса У нас есть очень хорошие, например, финских директоров У них очень хорошие, они очень много работали в этой сфере Поэтому я считаю, что это важно Поэтому они владеют хорошими знаниями о том, как развивать компанию В сфере IT это может быть сложно Потому что очень много людей в менеджменте Я считаю, что бизнес культуры отличаются в белорусском и в эстонском менеджменте Поэтому я считаю, что может быть в этом смысле Было бы лучше, наверное, взять кого-нибудь из местных Как насчет Рига? 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 Я считаю, что это действительно зависит от человека Потому что это очень много таких хороших примеров So they have a really good team that helps them Especially a newcomer So it's important that they have an aid That will help him with the questions, the matters For instance, I worked with a Belarusian company I should skip it probably Since it's so confidential and stuff I had some experience And what was really surprising When we cooperated with them The managers came from Belarus And along with management Came part of Belarus So they basically created a small Belarus in Riga And they carried on working Just the way they were working in Belarus So what I mean is There was a lot of stamping A lot of formalities И все как бы было вот это бюрократический вот подход к работе Он перенес как бы к нам И опять мое субъективное мнение Что ноль лишнее и что ненужное Да, что у нас есть более, скажем так, либеральный рынок И это можно сделать попроще Но вот это был, я считаю, неудачный пример Тем не менее, они, конечно, все равно оперировали И у них все как бы получалось Но я также видел негативные примеры Но у меня очень много есть и позитивных примеров Вот, которые великолепно люди справляются У них есть помощники, бухгалтера, юристы, ассистенты И они замечательно делают бизнес без проблем Ну вот когда мы говорим об ассистентах, например, юристах Аутсорсинговых бухгалтерах В случае, если все-таки нужно прийти в госорган То есть насколько госорган, ну, скептически относится к представителям по доверенности Есть ли такое, что вот, ну, вот ваш директор не соизволил к нам прийти сам Вот какое-то такое негативное отношение Никаких проблем, абсолютно Я всегда говорю, что у госорганов нет эмоций и тому подобное То есть это всего лишь, это все равно компания Это регистрационный номер, человек пришел, у него есть законные основания представлять компанию Он представляет и никто не будет упрекать, почему он не пришел Ну, есть какие-то особенные случаи, если, допустим, пришел налоговый аудит То в принципе человек как бы должен присутствовать Ну, как бы подразумевается, что лучше, чтобы директор присутствовал Вот недавно у нас был тоже налоговый аудит Я представлял клиента и был, кстати, как раз IT-сектор, дачанин Который уехал из Дании, чтобы делать бизнес через Латвию При этом у него нет рынка в Прибалтике Но он работает с Евросоюзом Ну, по всем этим причинам, которые вот я описывал И он сидит, мы переводим и замечательно общаемся с налоговой То есть я перевожу и у нас замечательное общение Вот это такой редкий пример, когда, наверное, ему надо присутствовать Но так в принципе нет никаких проблем по доверенности представлять компанию Понятно Вот у нас на данный момент осталось 20 минут Я бы хотела 10 минут посвятить тому, чтобы каждый из вас ответил на вопрос Я считаю, что моя страна самая лучшая для белорусского бизнеса Потому что и по 2-3 минуты поговорили об этом И 10 минут мы оставим на вопросы из зала С какой стороны начнем? Давайте начнем с Литвы Прекрасно Ну, как говорю, не надо быть литовцами для того, чтобы рассказать, что на самом деле хорошо в Литве Ну, как я уже вам рассказывал, гейм-девелоперы сами в своих блогах об этом рассказывают Ну, к примеру, Сергей Климов блог Вот если вам будет интересно, гейм-девелопер, он, скажем, как независимое лицо Он поменял, я уже рассказывал, 5 стран И в конце концов нашел себе приют, приятное место в Литве Этому есть довольно много причин Во-первых, конечно, существуют, знаете, общечеловеческие причины В том, что я бы так сказал, что в принципе, если белорусские компании думают ехать в Литву Там довольно хорошо относятся к русскоязычному населению Без проблем То есть абсолютно никаких проблем в этом не возникнет Первое Во-вторых, в некотором отношении, конечно, похож менталитет Даже если бы вы прошлись по Вильнюсу, наверное, часть из ваших бывало Скажем, там вообще полно российских, то есть русских церквей Потом, скажем, инвестиционный климат на самом деле у нас тоже очень хороший Государство постоянно старается То есть если вы обратитесь к чиновникам, в ту же самую компанию, скажем, инвестируете в Литве На самом деле с вами будут по-человечески общаться То есть это не будет формальное взаимоотношение И это одна из наших передовых институций И они будут стараться вам помочь И будут на самом деле думать о том, что вам надо сделать То есть это не будет формальное взаимоотношение С другой стороны, скажем, у нас также подписано много разных конвенций государством По охране международных инвестиций То есть государство само этой системой придерживается И оно для государства очень важное Следующая причина Скажем, вот Эдгарс уже упоминал, да, по поводу налога Скажем, подоходный налог у нас самый маленький Даже вот он был удивлен некоторое время, как подоходный налог может быть таким маленьким Но там есть социальные высокие Он уже не рекомендует Латвию, я понимаю Потом у нас существуют некоторые свободные экономические сезоны Они тоже могут быть для вас привлекательными, скажем, если вы хотите более развивать свой бизнес Плюс IT-сектор вообще у нас довольно развит, как я говорил И подготовится немало студентов молодых Особенно сейчас увеличивается этот объем образования в IT-секторе И в конце концов мы просто, знаете, можем посмотреть на факты Что реально подходит в Литве Как я вам уже рассказывал, да, во-первых, game developers туда едут Во-вторых, недавно вот приехали такие большие компании в последние годы Как Western Union, NASDAQ и Barclays Что опять же доказывает это предложение о том, что на самом деле инвестиционный климат в Литве Особенно для IT-компаний, так для новых технологий он довольно благоприятный Так что приглашаем к нам Ну и также, наверное, территориальная близость Литвы Также является плюсом, безусловно, этого места расположения Мама домой 3 часа Хороший аэропорт Даже 3 аэропорта Даже 3 Маленьких, маленьких И незамерзающий порт Эдгар активно оппонирует Давайте тогда перейдем к тебе В конце поговорим про Эстонию Мне все равно знаешь, когда я думаю Вот сравнить прибалтийские страны Мне кажется, как вопрос Вот сравнить Audi, Mercedes и BMW Нет, ну это слишком громко Давай Honda, Toyota и Mazda Вот преимущество вот этих машин Чем они отличаются? Если обобщить, я считаю, что наши страны очень-очень похожи То есть если взять какие-то объективные критерии Разница не настолько большая И здесь также играет роль очень много субъективных факторов Но я считаю, почему Латвия, скажем, более благоприятна Во-первых, начнем с того, что Латвия со своей банковской системой И просто тем, что это Рига Самый большой из прибалтийских городов Это более, скажем так, международное место расположения Для ведения бизнеса У нас большой аэропорт по сравнению с прибалтийскими странами И действительно много компаний выбирают Латвию Чисто потому, что это как бы удобный локальный региональный хаб Чтобы также контролировать происходящее в других соседних государствах Потому что фактически региональное очень удобное международное сообщение При перелетах И действительно есть много примеров И сейчас, который… Правда не IT, это просто недавно, которыми я работал Мониту большая, скажем так, тракторная Тракторный завод французский Он тоже выбрал Латвию Чисто по той причине, что удобно, скажем так, присматривать За оригинальным процессом из Латвии Хотя вот то, что я уже упоминал Рунет Один пример Привели большой анализ Если они посчитали, что, допустим, перевести менеджмент из России Удобнее всего в Ригу Да, чисто по… И на том, в том числе и по налоговым бизнес И бизнес иммиграционным причинам Они выбрали Ригу Соответственно, из-за своей просто локации И авиасообщения И плюс все налоги Далее Я считаю, что на данный момент Это может быть не надо Я не хочу хвастаться этим Но Латвия одна из передовых стран В отмывке НДС в Евросоюзе И поэтому налоговая инспекция Очень занята, скажем так Поимкой вот этих НДС-каруселей И у них не хватает, скажем, сил и ресурса Фантазировать, где бы еще найти доходы Потому что НДС дела дают им столько работы Поэтому я считаю, что Латвия до сих пор является Таким удобным центром для международного бизнеса Потому что очень много есть возможностей Если бизнес действительно международный Планировать строить разные структуры Аутсорсинг и, скажем, свою общую Скажем так, налоговую ставку Эффективную снижать именно у нас в стране Потому что и эстонские, и литовские коллеги Я лично считаю намного сильнее наших И я думаю, что у нас еще 10 лет будет Более либерально в этом плане Ну и последнее, наверное, я мог бы добавить Что есть объективные, скажем так, факты Что Латвия со своей иммиграционной программой За последние 5 лет Реально привела в страну инвестиции На миллиарды евро И примерно, думаю, минимум 10 тысяч Точно 10 тысяч Может, я не знаю, насколько больше сейчас Но 10 тысяч граждан России, Беларуси, Украины, Китая Реально сделали инвестиции в Латвию И получили виды нажительства И так вложили, скажем, деньги в нашу экономику Это просто признак того, что это действительно возможно И люди это делают в больших масштабах Наверное, все Спасибо Кайда, у тебя есть 3 минуты Расскажи почему 3 минуты Can you please tell us why Estonia is very attractive Я думаю, на самом деле, в Estonia есть 2 вещи В первую очередь, это инфраструктура И вторая, это люди Наши люди очень трудолюбивые Соответственно, если вы много работаете Работаете хорошо, то вы производите Очень продукты высокого качества В том числе общая инфраструктура У нас очень хорошо выстроена система налогообложения У нас прекрасная IT-инфраструктура Со всеми электронными услугами, которые сейчас действуют У нас очень хорошее законодательство в области трудоустройства Трудовой кодекс Когда компания просто не может взять и уволить человека Есть определенные законодательные нормы Которые это регулируют То есть, в целом, обстановка, бизнес-атмосфера очень-очень привлекательна Для людей Грубо говоря, даже с нас, с точки зрения, все хорошо То есть, например, инфраструктура оплачивается Наблюдается движение денег Соответственно, в Estonia очень легко делать и вести бизнес Спасибо вам большое Спасибо большое за вашу поддержку Будет 10 минут на вопросы с зала Предварительно скажу, что, во-первых, все, кто даст свою визитку Любому из присутствующих сейчас на сцене Или вот есть Роман и Евгения Это партнеры белорусского офиса Виделгерц получит в течение нескольких дней после мероприятия Фолло-ап встречи В котором будет освещено в письменном виде Все, что было сказано сегодня И также ответы на какие-то дополнительные вопросы Если вдруг вы не успеете задать их сейчас Сейчас, пожалуйста, 10 минут на вопросы-ответы Пожалуйста, передайте микрофон Привет, я говорю в английском Потому что у меня есть вопрос к Кайдо Меня зовут Елена И у меня есть свой стартап И я думала о том, чтобы перенести юридическое лицо в Эстонию Но у нас есть вопрос, на который мы все-таки не можем ответить Не можем найти ответ Рекомендовали бы вы открыть такой стартап в Эстонии Который бы работал по бизнес-модели Схожей, по которой работает Uber Или компания Airbnb То есть marketplace Возможно, нужно какое-то разрешение для этого Если мы будем говорить про бизнес-модели По которым работает Uber, например То если говорить по тенденции последних месяцев То на самом деле налоговая система Помогает Uber Работать на нашем рынке То есть, например, как вы видели Во многих европейских странах Наоборот Государственное учреждение Старается вытолкнуть Uber с рынка В Эстонии мы решили выбрать другой подход И мы стараемся оставить их на рынке И помочь им Соответственно, это очень хороший пример того Как некоторые подходы В Эстонии могут очень сильно отличаться От подходов в Европейском Союзе Поэтому я уверена, что Эстония Это прекрасное место для того, чтобы начать Или перенести туда стартап И поэтому я не вижу никаких ограничений Почему бы вы решили этого не делать Если мы будем говорить про лицензирование То Даже есть определенные различия Между Эстонией и, например, Латвии Например, если вы работаете из Польши Если у вас бизнес в Польше Нужно ли вам лицензирование в Эстонии Например, либо Или, например, в Латвии Например, если мы говорим про Латвию То вам нужна лицензия и там, и там А в Эстонии Она не нужна Поэтому еще раз Эстония очень хорошая место для того, чтобы Начать ваш стартап То есть вы сказали, что это хорошее место Да, да, очень прекрасное место Я просто хотел дополнить Что когда-то говорил насчет Убера На самом деле сейчас Убер Значит, пробует войти также на литовский рынок И они подписали Несколько недель назад, в принципе, соглашение Там С вильнюсским муниципалитетом Не обязывающее просто там Соглашение такое О целям возможных инвестирований Но, в принципе, у нас, скажем, налоговая инспекция Сразу Публично заявили, что Убер пока что не смог бы производить Деятельность в Литве По, скажем, налоговым требованиям Не соответствует Так что Обязательны будут изменения В Литве тоже Ну и, как вы, наверное, слышали В других странах тоже там Много несоответствий с Убером То есть у него вообще Много, в принципе, проблем Я поясню здесь вопрос Не совсем касается Деятельности Убера Как перевозки А больше модели Когда Идут платежи В пользу третьих лиц И, насколько я, например, поняла Из общения с Латвийским банком-контрагентом Например, они не работают С компаниями Чья бизнес-модель Это прием платежей В пользу третьих лиц И они настоятельно рекомендовали Что-то с этим делать Ну, наверное, я должен Скомментировать У нас тот же Вот есть клиенты Которые, как вы сказали Принимают платежи От третьих лиц Но этот бизнес Он просто стал Очень сложным вообще То есть Лет пять назад У них начались Очень большие Многие проблемы Вот в этой сфере Банковский сектор Просто посчитал Это слишком большой риск И поэтому они просто Попросили многие Эти бизнесы Уйти от них Это больше даже Банковская позиция Нежели публичная Какая-нибудь позиция Они просто не хотят Рисковать Своими отношениями С визой Или с мастер-кардом Спасибо большое Есть ли еще вопросы В зале У меня есть вопросы Если в зале Скажите, насколько Было бы просто Но вновь созданной Компании С иностранным капиталом Получить кредит На развитие бизнеса Средние какие-то ставки Может быть вы знаете По кредитам В ваших странах И сколько Ну я предполагаю Ответ на первый вопрос Наверное достаточно сложно Через какое время Это станет легко Давайте я начну Наверное с Эстонии На самом деле Эстонские банки Не очень хотят Отдавать кредиты Только что С созданным компаниям Поэтому если вы хотите Взять кредиты Для своего Стартапа То скорее всего Вам нужно работать С привлечением Больше частного Капитала Нежели брать кредит В банке Из банка Было бы трудно Получить деньги Для вообще Абсолютно новой компании Потому что в принципе Банк скорее всего От вас бы требовал Чтобы принесли бы Отчеты по вашим Значит Чтобы ваши финансовые отчеты Которые у вас скорее всего Не будет в это время С другой стороны В банках в принципе Ставка была бы Ну примерно может 5% С другой стороны Существуют некоторые Альтернативы Конечно Самая худшая Альтернатива Знаете Это быстрые кредиты Бывают такие Но я конечно Ими не советую Но еще существует Кредиторские унии У нас Они не пользуются Настолько сильной Репутацией Как банки Они чуть менее стабильны Но в принципе У них вы тоже Можете получить деньги Но у них Ставки выше То есть ставка Может быть там Быть скажем 10-12-14% То есть Это не обязательно Получать Частный капитал Но в принципе Можете делать Кредитную унию Там подписывать Договор С более жесткими Условиями Более Намного более Высокой кредиторной Ставкой Тогда можно Так пробовать Добрый день Меня зовут Игорь Жуковский Вопрос Следующего характера Если мы говорим О производственных Компаниях Которые Организовываются Прибалтике После организования Допустим Надо пройти Какой-то Процесс Сертификации Легализации Продукции Выпускаемой Насколько Это сложный Процесс И может быть Какие-то Основополагающие Документы Которым Стоит Обратиться Прежде чем Начинать Думать В этом направлении Можете Назвать Спасибо Что производить Химическая Продукция 38-08 Код Тейнвед Спасибо Мы как раз Специализируемся На 38 Как там 08 Я пошутил Конечно Тем не менее Если мы будем говорить О химической продукции То вам нужно больше ориентироваться На юридические аспекты Касательно этого В Европейском Союзе Они применимы Во всех странах Европейского Союза Каких-то Национальных Регуляторных Норм Они довольно Простые В принципе Как и нормы Европейского Союза Они довольно Прямолинейные Я всегда даю Один и тот же ответ И считаю Ничего все равно Лучше не придумано Чем ООО И у нас Такой стандарт И основной капитал Это 2800 евро И оно так же называется Общество с ограничной ответственностью Да Если вы looking For limited liability То в Эстонии Вы тоже имеете Лимитед лиабилит Компани И smaller форма Requires 2500 евро Сау Капитал Но вообще Вы можете Стаблить Компани 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 И единственное Редактор Компани 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 не нуждая инвестиционные аккаунты в коммерческие регистрии. Есть много simplificаций от этого. Так что партнерсия тоже есть вредная форма для инвестиционных услуг. Например, в Литве существуют другие некоторые возможности организовывать бизнес. К примеру, индивидуальное предприятие. Или, скажем, у нас появилось такое новое, не знаю насчет ваших стран, маленькое предприятие. Но я, скажем, сталкивался с этими маленькими предприятиями с другой стороны. Ты просто потом видишь, что они иногда как-то эффективно создаются и создают, скажем, несерьезную репутацию. То есть это более простая еще форма создания, но когда вы будете, скажем, с кем подписывать контракт, то есть на вас могут чуть криво начать смотреть. Особенно те, у кого есть опыт. Потому что такие предприятия создаются для того, чтобы чисто избегать ответственности. Нет, ну потому что, наверное, там один учредитель, да, и с точки большей риски. Да, и ну очень просто потом компании, скажем, у вас арендуют какое-то помещение, потом просто убегают туда, и компания становится банкротом, и все. То есть и поэтому плохая репутация закрепляется за такой формой организации, поэтому я все-таки традиционную систему придерживался. Спасибо большое. У нас закончилось время. Все мы остаемся здесь до конца дня. Можно со всеми пообщаться, можно дать там свои визитки с удовольствием, ответим на все вопросы, которые у вас остались, но вы не успели их задать. Спасибо. Да, спасибо огромное, коллеги. Спасибо. 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 Спасибо.